Я хотела бы сегодня говорить об очень важной теме. И это тема разочарования и скорбь. И я бы хотел говорить о том, что Бог может способствовать тому, чтобы мы получили, чтобы у нас была и жизнь, и восстановление в такие непростые времена. И вы знаете, что сам Ишуа испытывал и разочарование, и скорбь во времена своего служения. И вы знаете, что незадолго до своего распятия он попросил своих учеников, чтобы они молились вместе с ним. Это было в Гефсиманском саду, недалеко от Иерусалима. Сначала они присоединились к нему в молитве, но впоследствии они уснули. Разочарование и скорбь могут приходить в разные времена и в разной форме в нашей жизни. И я не общался с каждым из вас, но я знаю, что многие из вас прошли и проходят через период до сильного разочарования и глубокой скорби. Это могут быть такие случаи в жизни, как смерть любимого человека или расстройство брака. Это может быть предательство близким другом или кого-то из очень хороших знакомых. Это могут быть финансовые потери, это может быть потеря вашей работы. И это могут быть военные действия, как в Израиле, так и на Украине. Таня и Джефф испытывают сильное разочарование и скорбь по поводу войны на Украине. И после 7 октября я даже не пытаюсь объяснить вам те чувства, которые я испытываю, те сильные эмоции, которые переполняют меня. И то же самое я чувствую по отношению к Украине на протяжении полтора, уже почти два года. Сильные разрушения, много смерти. И мне даже тяжело принять, что такие вещи, они имеют место. Это выше моего познания. Что помогает мне, это возвращение к Писанию. Я еще раз, еще раз читаю, напоминаю себе, что Господь благ. Давайте прочитаем Римлян 12 глава. Римлян 12 глава, в 15 стихе мы читаем. Should I read? Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Я знаю, что люди во многих странах сейчас плачут вместе с людьми Израиля. То есть, они солидарны с людьми в Израиле. И они вовлечены и продолжают молиться. И Ишуа говорит, что будут утешены те, кто плачут в Матфее. Это обещание. И это также для нас... Это для нас также... Мы должны помнить об этом, что посреди всего хаоса и посреди всего, что происходит... Что Господь Бог, Он Господь Бог Израиля, и Он не изменился. Его характер тот же. Он такой же Бог, Он все так же Бог Авраама, Ицхака и Якова. И те обещания, которые Он им дал, они не изменились. Никакой террорист, никакой Хамас не может устрашить Бога или изменить Его обещания. Я не буду стараться объяснить вам, почему имел место Холокост или другие ужасные события. Но хочу вам еще раз напомнить, что Бог, Он хороший Бог, Он благой Бог. И что Его обещания, они все еще в силе, что Бог может восстановить все, что разрушено. Иеремия очень сокрушался по Иуде и по... И в книге «Плач Еремии» В третьей главе Мы читаем в стихах с девятнадцатого по Я прочту Плач Еремия, третья глава Девятнадцатый по двадцать пятый стих По мысли о моем страдании и бедствии моем О полыне и желчи Твердо помнит Это душа моя И падает во мне Вот что я отвечаю сердцу моему И потому уповаю По милости Господа мы не исчезли Ибо милосердие Его не истощилось Оно обновляется каждое утро Велика верность Твоя Господь часть моя Говорит душа моя И так буду надеяться на Него Благ Господь к надеющимся на Него К душе ищущей Его Также двадцать шестой стих Благо тому, кто терпеливо ожидает Спасения от Господа Еремия был свидетелем всех тех разрушений Которые имели место в Иерусалиме Он помнит характер Бога Он обращается к Богу С просьбой о милости И это один из важных шагов Которые нам следует предпринять Когда мы проходим через скорби И разочарования Мы должны настроить наш мозг На то, чтобы он вспоминал О том, как благ Господь И чтобы мы вспоминали Все те чудесные благословения Которыми Бог благословлял нас по жизни Я не буду вдаваться в детали Но хочу вам сказать, что в 2016 году Моя жизнь полностью изменилась Я был один с двумя подростками И я в тот момент думал, что Моя жизнь пришла к концу Моя дочь в это время уже поступила в университет Моя жена, с которой мы прожили вместе 26 лет Построила другие планы для своей жизни Я не очень распространялся Об этой сложности в моей жизни Доверял это только Самым близким людей С просьбой о том, чтобы они молились за меня Дошло даже до того, что я хотел оставить служение Так как я чувствовал себя неподходящим Недостойным служить И когда речь шла о прославлении То я даже иногда останавливался Как вкопанный Мне не хватало сил Для того, чтобы зайти в здание Я молился и просил Господи, помоги мне Дай мне силы зайти Я также полагался на дружбу некоторых людей На их понимание и поддержку Но, к сожалению, они не оказали мне поддержку В тот момент Но Бог позаботился обо мне И Он послал мне других людей Других братьев и сестеров Иешуа Которые пришли мне на помощь Так что, если вы проходите через Неожиданную потерю, скорбь Разочарование в вашей жизни Помните, что Иешуа Никогда не оставит вас И никогда не покинет вас И вот сейчас, спустя семь лет Я могу с уверенностью сказать Что Бог — это Бог восстановления И у меня был ментор Который убедил меня Остаться в служении Который повторял Убеждал меня, чтобы я Уповал на Бога И не оставлял его И не оставлял служения Этот человек, мой ментор Он 40 лет служил на африканском континенте И он видел спасающую руку Господа Во многих ситуациях Также я хочу процитировать Из Иоанна 14 глава 26 и 27 стих Иоанн 14 глава Стихи 26-27 Утешитель же Дух Святой Которого пошлет Отец Во имя Мое Научит вас всему И напомнит вам Все, что я говорил вам Мир оставляю вам Мир мой даю вам Не так, как мир дает Я даю вам Да не смущается сердце ваше И да не устрашается Здесь мы видим обетование Святого Духа Которого Отец пошлет нам И это тот друг Который будет рядом с нами В трудный момент И будет всегда находиться Рядом с нами И так же, как Еремия Пришел перед Богом И он ожидал В присутствии Бога Так же и мы должны Ожидать Сошествия Духа Святого Его присутствия В нашей жизни И даже несмотря на то, что нам Будет тяжело В минуты разочарования И скорби Восхвалять Бога И прославлять Его И благодарить Это то, что мы должны будем делать Моя молитва И моя молитва О всех присутствующих И о всех, кто смотрит нас Онлайн О том, чтобы вы почувствовали Присутствие Святого Духа Манифестация Проявление Святого Духа Те из нас, кто уже долгое время верят Мы знаем об этом интеллектуально То есть мозгом мы понимаем Эти истины Но было бы хорошо Чтобы мы испытали это На себе Вот это проявление Святого Духа Было бы хорошо Чтобы мы это испытали И на протяжении нескольких лет Начиная с 2016 года Я чувствовал очень сильно Присутствие и проявление Святого Духа Я не знаю, что Бог приготовил мне дальше в жизни Но я знаю, что вот этот момент Разочарования и скорби Я смог пройти благодаря тому Что Святой Дух был возле меня И я хочу сказать это тоже Чтобы верить в Его Слово Верить в вашу сознание Слово Бога Слово Тора И также я хочу напомнить вам О том, как важно наполнять Наше сердце Словом Бога Знать его, наполнять И уповать на Слово Бога Также я хочу прочитать Из филиппийцев Четвертая глава Апостол Шауль пишет Общине в филиппах Мы прочтем из филиппийцев Четвертая глава Стихи с четвертого по восьмой Радуйтесь всегда в Господе Еще говорю Радуйтесь Кротость ваша да будет известна Всем человеком Господь близко Не заботясь ни о чем Но всегда в молитве И прошении с благодарением Открывайте свои желания Пред Богом И мир Божий Который превыше Всякого ума Соблюдет сердца ваши И помышления ваши Во Христе Иисусе В Ишем Хамашей Наконец, братья мои Что только истина Что честно Что справедливо Что чисто Что любезно Что достославно Что только добродетель И похвала О том помышляйте Во время разочарования Во время скорби Во время потерь Во время войн Очень важно Чтобы наши мысли Были сфокусированы На Слове Божьем И позволяйте Слову Божьему Приносить новую надежду В ваше сердце Потому что это ключ Это секрет Как продолжать жить В таких непростых обстоятельствах И в тот момент Когда я перестал Концентрироваться на себе И на своих проблемах Какой же я бедный И несчастный Я смог обратить Свой взор На других людей Которые также были В тяжелых ситуациях И которые нуждались в помощи На это можно посмотреть Период разочарования Вещи вокруг Также мы не должны забывать Что люди Которые проходят Или испытывают Разочарования Скорбь Потери Что они По-разному Будут проходить И по-разному Будут Проявлять Свои эмоции То, как они Проходят через Мы должны быть чувствительными Мы должны понимать Как К каждому Подходить По-особенному К одному Может быть Ничего даже Не надо будет говорить Только быть рядом с ним И если Святой Дух Положит вам на сердце Какой-то определенный стих То вы можете Этому человеку Сказать Святой Дух Положил мне на сердце Тебе этот стих Передать Но иногда Достаточно Самых простых Слов Таких Как Я люблю Тебя И я молюсь О Тебе И я Возле Тебя В это Непростое Время И Также Сообщить Этому Человеку О том Что вы Готовы Помочь Ему Если Есть Такая Необходимость Чтобы Он Попросил Вас Обратился Что вы Готовы Помочь Ему И Также Я хочу Закончить Свою Проповедь Словами Из Исаия 43 Глава Мы Прочтем Исаия 43 Глава Стихи С 3 по 6 Мы Прочтем Из Исаия 33 Глава Стихи С 3 по 6 От грозного Глаза Твоего Побегут Народы Когда Восстанешь Рассеются Племена И будут Собирать Добычу Вашу Как Собирает Гусеница Бросится На нее Как Бросается Саранча Высок Господь Живущий Вышних Он Наполнит Сион Судом И Правда И Настанут Безопасные Времена Твои Изобилие Спасения Мудрости Ведения Страх Господень Будет Сокровищем Твоим Настанут Настанут Безопасные Времена Изобилие Спасения Мудрости Ведения Страх Господень Будет Сокровищем Твоим В переводе В переводе В английском языке Написано Что Бог Будет Твоей Стабильностью То есть Он Будет Несокрушим Стеной На русском Переведено Как Настанут Безопасные Времена Я молюсь О том Чтобы Бог Удалил Из вашего Сердца Любой Страх Любые Сомнения Страх По поводу Будущего Довольно-таки Тяжелый вопрос Когда к людям Которые проходят Через скорби Через потери Через войну Когда их спрашивают Какие же у тебя планы На будущее Тяжело планировать Когда страна В которой ты служил Находится на протяжении Почти двух лет В военном положении До того, как я жил На Украине Четыре года Прожил в России И в России Я встретил очень много Драгоценных братьев И сестер Мы молимся о них О их безопасности Я думаю, что война не идет Им на пользу Но хочу вас уверить Что у Бога Есть планы Для будущего Иногда я прихожу К Богу В молитве И говорю Как бы Ну это не упрек Ну как бы Как жалоба Бог, как же можно Планировать В такой ситуации Как эта Я не говорю на польском Я не говорю на чешском Мы живем Близко к границе А потом Бог спросил меня Где евреи И я сам задал себе Этот вопрос Есть ли еще евреи В Чехии Есть ли еще евреи На Украине Скорее всего Их меньше Чем было раньше Но кто-то должен Продолжать Служить И кто-то должен Продолжать Напоминать Что существует Земля Которую Называют Эрц-Израэль И что Нужно Молиться Об этой стране И что Если Бог Положит Им на сердце Желание Приехать В эту страну То они должны Приехать В эту страну Прошу прощения Что моя проповедь Заняла Немножко Больше Время Из-за Перевода Но я Не попрошу Прощения За то Что я поделился С вами Словом Бога И я думаю Что это Важная тема Разочарования Скорбия Потерях Я бы хотел Помолиться О вас Обо всех вас Я постараюсь По-русски Господь Бога Врана Ица Якова Господь Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя Господь За Твое Присутствие В этом месте Господь Сегодня Я благодарю Тебя Господь За каждого Человека Который Здесь В этом месте Господь За эту Общину Господь За Орхай За Это Навгалил Который Много лет Назад Наслаждал Общину Там Господь Я благодарю Что Ты Любишь Израил Ты Любишь Евреев И неевреев Которые Существуют На этой земле И я Милуюсь Особенно Господь За Тех Господь Которые Их эмоции Их Которые Прожили Очень Очень Силный Удар И пул Разочарование Горы Оскорбление Я Благодарю Тебя За Эту Возможность Сегодня С Ними Быть Господь Благодарю Тебя За Все В Им Ищу Аминь Благодарю Благодарю Благодарю